так вот такое у нас состояние на нашем объекте на 1 ноября значит начнем с самой дальней комнаты самая дальняя комната это у нас спальня в каком состоянии у нас стена она у нас прошита панелью usb в 18 миллиметров потолок у нас прошит таким образом мы получаем четкий ровный куб то есть это нам позволит сделать отличную шумоизоляцию в этом месте и укрепление стены потому что мы знаем что стена у соседей она довольно в плохом состоянии то есть она прогнившая и нижняя балка практически еще ее не держит поэтому очень хорошая операция что нам удалось стянуть эту стену окна как мы видим вставлены все работает четко с качеством вообще никаких проблем окно изумительно все четко никаких проблем плюс у нас такой декоративный штапик штапик именно под этот тип окна в этом здании можем видеть разрез перегородочки она у нас поставлена по 40 сантиметров профиль хотя 40 сантиметров обычно ставится во влажных помещениях но учитывая конструкцию этого дома мы посчитали что это будет не лишнее а наоборот это необходимость что здесь профиль по 40 сантиметров а не по 60 как положено по технологии то есть мы спокойнее спать если он будет здесь надежней а профиль здесь проложен и зашить с одной стороны для того чтобы электрик мог сделать свою ну электрическую составляющую то есть прокинуть все коммуникации необходимые и потом мы будем зашивать его гипцем согласно смете у нас с этой стороны два слоя с этой один слой если клиент пожелает увеличение сметы то можем сделать по два слоя с каждой стороны но особо это ничего не даст но если клиент желает стабильности то не лишним было бы прикрутить четыре слоя гипсом здесь мы увидим кухню кухня и санузел у нас обшит влагостойким гипсом но не надо объяснять почему здесь такой интересный вариант у нас получился сантехники лучше придумать ничего не получилось но когда мы будем обшивать или гипсом потолок мы оттуда уберем еще сантиметров 7 у нас получится такой небольшой легкий коробочек можно будет как-то дизайнерски обыграть его чтобы это было в виде подсветки на стену и внутри будет часть этого короба помимо этого нам надо его еще шумоизолировать чтобы не было внутреннего шума от соседей сверху стена очищенная штукатурочки я думаю эту балку надо тоже отшлифовать и оставить вот так оригинально как она есть забейцевать ее чтобы у него был какой-нибудь шоколадный цвет или медовый цвет и оставить кирпич кирпич довольно в хорошем состоянии плюс это очень редкий кирпич он имеет необычные габариты для традиционного кирпича и безусловно какой-то колорит этому интерьеру вам придаст это хорошая идея вот тут оставить было также у нас столб отшлифован но это не финиш это требует еще дополнительной обработки чтобы он был в идеальном состоянии чтобы четко отличался белый состав раствора от кирпича окна все вставлены двигаемся дальше здесь аналогично как и в помещении все прошито потолок креплена стена можем видеть в этом месте разрез это и кого-то это специальные материалы чтобы не было трения между уэсб и деревом чтобы не было звука скрипящего таким образом эти помещений готовы для того а можем наметить котел чтобы темновато здесь ну ладно в этом помещении нет освещения котел уже висит следующий этап работы этого уборка мусора здесь примерно набирается один контейнер текущего дальше мы прокидываем все коммуникации по электрики смотрите какой у нас идеальный потолочек сейчас здесь мы сможем аккуратненько в гофрах прокинуть все коммуникации чтобы было все по-человечески все безопасно после этого мы финишем зашиваем потолки стены может быть додумаем какие-то элементы декора такие как допустим вот эта балка в кирпичи то есть мы бы покрыли ее лаком а и оба забитцевали под определенный тон эта труба здесь мы могли бы делать какой-то декоративный короб в котором вставить подсветку он будет выполнять функции подсветки соответственно убирает и шумоизолирует вот этот узел сантехнические концы у нас все выведены можем их видеть вот и после того как мы обшиваемся три гипсом тогда делается малярная работа и сайса паркетная доска по работе если спокойно не спеша и качественно ну порядка четырех шести недель здесь можно все закончить было бы желание такое состояние дел на этом объекте на сегодняшнее число